Сейчас объемы очень большие, они объемы наращивают. Если посмотреть, где проходит санитарная зона, которая утверждена главным санитарным врачом, это законная санитарная зона, она проходит, захватывает вот это здание, где мы сейчас находимся, вот эта вот школа. Внутри этой санитарной зоны не должно быть никакого жилья, естественно, не должно быть детских учреждений. К сожалению, вопрос оказался очень сложный. Вот у меня уже целая папка ответов. С Евгением Ивановичем мы тоже встречались, вы, наверное, помните, в конце прошлого месяца. И администрация тоже принимает меры. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня пока еще результатов нет. Возвратить комиссии по генплану и туда подключать территориальную зону управления, потому что люди на местах. Что же они принимаются? Это одно большое дно, болото. У нас была почта, ее нет. У нас был филиал Сбербанка, ее нет, его тоже нет. У нас была пожарная станция, ее тоже нет. Силами администрации не построено ни одной детской площадки. У нас нет ни одной спортивной площадки. Что мы видим на сегодняшний день? Четвертое время. У нас есть полы. Скажите, пожалуйста, что мы будем иметь в перспективе? Через год, через два. Где почта, где Сбербанк, где детские площадки, спортивные площадки? Посмотрите, какой бардак у нас творится на разворотном трубке. Это большая помойка, потому что у нас нет ничего. Мы что по школе старые, что по этому полю подготовили документы. Я думаю, до конца недели они уйдут в арбитражные суды. Ну, а там, надеюсь, будем отыгрываться, будем бороться. Что касается спортивных детских площадок, вот мы, давайте, тут ТОСов полно. Вот я Олега Николаевича Ленева попрошу. Ищите мне площадки свободные. На следующий год очередные деньги выделяем на очистку прудов, в том числе в Никольском и Салтаковке. Губернаторам принято решение очистить пихорку. Меня зовут Александр Торохов, председатель ТОСов-Никольско-Архангельский. Я хочу сказать, что я собрал вопросы по Никольскому-Архангельскому. Вот у нас здесь 61 вопрос. Соответственно, я их озвучивать не буду, я вам их передам. Дорога связи, вот вы говорили, что сейчас будет ограничиваться знаками проезд грузового транспорта через Никольск-Архангельский. Вот у нас буквально 18-го числа всего месяца на пятой линии и на девятой линии срезали шлагбаум, ограничивающий высоту проезда грузового транспорта вот это. Срезали зачем? А срезали, что касается ограничительного, это неправильно. Не надо ограничивать движение. Что в микроинне Никольско-Архангельске, в Салтыковке нету социальной инфраструктуры вообще. То есть школ, детских садов, клубов, почты. Ну, ничего нет. То есть частные дома есть, больше ничего. А год назад мы с господиной Славьевой, в присутствии заместительного министра строительного комплекса, мы с ней разговаривали, я ей задал вопрос, вот как же так? То есть почему у нас не исполняются инвестиционные контракты? Почему у нас не хватает детских садов? Почему у нас не строятся школы, которые должны были быть построены там чуть ли не 10 лет назад? Ну, максимально 8, которым неизвестно. Почему застройщику позволяется не исполнять инвестиционный контракт в части социальных обязательств? Чтобы потом вы говорили, что у бюджета нет денег на то, чтобы исполнить социальные обязательства? А вы когда-то задумывались, а вот кто будет это все задержать, обслуживать? И кто туда действительно будет ходить? Давайте строить. А кто туда ходить-то будет? У нас сегодня дефицит по второй смене в центральной части города.